Уважаемые криворожане, дорогие земляки, друзья! Мы столкнулись, возможно, с самым большим вызовом в нашем поколении – коронавирус. Никого не хочу пугать, вы и так все прекрасно знаете, из интернета и телевизора. Скажу одно – ситуация может быть серьезней, чем кажется. И думать, что это нас не касается – это проявить преступную халатность. Насколько серьезной будет эта проблема и как долго – сейчас не скажет никто. И каждый из нас должен сделать сейчас все, что можно, чтобы защитить наш город, свою семью и себя. С завтрашнего дня, 17 марта, будут закрыты, кроме школ и детских садов, что было сделано ранее, все учреждения всех форм собственности, в том числе спортивные, торгово-развлекательные, магазины, рынки, в том числе продуктовые, религиозные учреждения, учреждения общественного питания, парикмахерские и так далее. Кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправочных станций. Я прошу руководителей этих предприятий меня услышать и выполнить решение. Я обращаюсь к силовым структурам, в первую очередь полиции и прокуратуре. Понимаю, что вы мне не подчиняетесь. Я вас не назначал и даже не согласовывал. Сейчас такие законы в стране, но вы украинцы и криворожане. Возьмите под контроль выполнение данного решения, проводите проверки. Обращаюсь к руководителям других предприятий. Переведите максимальное количество людей на дистанционную работу на дому. Мировой опыт показывает, что эффективна только изоляция. Я понимаю, что невозможно перевести на дистанционную работу промышленность. Ни шахты, ни гоки, ни заводы не могут работать дистанционно. Отпустите, по крайней мере, людей старше 60 лет. Это основная зона риска. И обеспечьте защиту тех, кто ходит на работу. Начиная от дезинфекции автобусов, на которых перемещаются ваши смены, до обработки рабочих мест и предоставления защитных и дезинфицирующих средств. Запрещаю проведение любых массовых мероприятий. Органы государственной власти и местного совправления, в том числе горисполком и райисполкомы, будут работать в полном объеме, за исключением приема людей. У нас достаточно горячих линий, и любые вопросы можно решать по телефону. Если вы считаете, что у вас есть симптомы коронавируса, температура, сухой кашель, не выходите из дому, не идите в больницу. Перезвоните своему семейному врачу или в нашу амбулаторию семейной медицины. Они к вам приедут и возьмут анализы. Это протокол, который официально доведен до нас Министерством здравоохранения. И другого нет. По моему распоряжению в Крымроге одним из первых в Украине. Две недели назад был создан оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Усилен контроль на ЖД-вокзалах, аэропорту, автовокзалах. В транспорте салоны тщательно дезинфицируются. Проведены учения медиков и других служб. Разработаны четкие алгоритмы их действий. На базе инфекционной больницы создан опорный пункт для оказания помощи со специальными боксами. Из городского бюджета мы выделили средства для закупки препаратов, дезинфицирующих средств и медицинского оборудования, в том числе аппаратов для искусственной вентиляции и легких. Уже организован на базе коммунального предприятия «Фармация» выпуск дезинфицирующих средств, с которыми сложно в Украине. В ближайшие дни они будут представлены в учреждениях города, больницах, коммунальные предприятия, учреждения образования и так далее. Я инициирую на среду, 18 марта, экстренную сессию городского совета. Почему? Кабинет министров выделил на борьбу с коронавирусом в Украине всего 100 миллионов гривен. Сколько оборудования, защитных средств и лекарств дойдет до нас, мы не знаем. И вряд ли это будет много. Поэтому я прошу депутатов выделить 50 миллионов на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных костюмов, кислородных концентраторов, тестов на коронавирус. Деньги будут сняты с ЖКХ. Больше ниоткуда. Мы же не можем не платить заработную плату врачам, учителям. Я прошу депутатов, независимо от политических взглядов, прийти на сессию и проголосовать за защиту криворожан. Друзья, паниковать не надо и выносить продуктовые магазины. Продуктов хватит, но ситуация серьезная. И основное зависит от каждого из нас. Находиться дома, не выходить на улицу, дезинфекция – это правда эффективно. Я постоянно сталкиваюсь с упрощенным пониманием ситуации. Не жалко себя? Пожалейте своих близких, детей, родителей, которых вы можете заразить. Вы же за них также отвечаете, правда? Помогайте старикам, соседям. Лучше вы им купите продукты, чем они будут выходить на улицы. И я, и медики, и все городские структуры на месте. Мы работаем. Уверен, что нам вместе хватит и ответственности, и мудрости пережить и победить эту проблему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова